Артур Снипс Пигмалион и Галатея Пигмалион и Галатея Перевод Виолетты Семёновой Читает Евгений Бразов-Брушковский Леон лежал в постели и перелистывал вечернюю газету Зевнул, и показалось, отзвуки зевка вырвались в окно из хорошо обставленной комнаты И улетели за три девять земель, за три девять морей И остались там, не вернулись Он зевнул и уже хотел выключить ночник и попробовать уснуть Но тут услыхал, как хлопнула входная дверь и раздались шаги Теи Ну, наконец-то, жена дома Она торопливо вошла в комнату, бросила сумочку на свою ночную тумбочку и улыбнулась И тут в душе Леона словно что-то оборвалось Он сел в постели резко, будто какая-то непонятная сила толкнула его Жена была в длинном вечернем платье, красиво причесанная От неё исходил тонкий аромат яблок И было в ней что-то колдовское, ведьминское Он приятно щекотал ноздри Вызывал улыбку, обвораживал Про себя Леон так и называл этот запах Запах ведьминых яблочек В театр ходила Ах, как давно я там не была Представляешь, Леон, я даже забыла, что в театре можно взять напрокат бинокль Леон скачил с постели Вгляделся в лицо жены И под его взглядом оно заметно изменилось Лоснящиеся и алые, как цветок левера, щеки запали Стали серыми В глазах погасли искристые огоньки И теперь они лишь тускло тлели Губы сморщились, словно сухие яблоневые листья Оно заострился и стал похожим на игрушечную лопатку Жаль, что тебя там не было, Лео Ах, и меня Леон засмеялся Меня там не хватало И ты думаешь, я верю, что ты была в театре? Наивная потаскушка Жена открыла рот, но не произнесла ни сбука Похоже, она хотела отвернуться Но разве это не рассердило бы настоящего мужчину? Леон метнулся вперед, потом назад, лихорадочно размахнулся И, объятый отчаянием, влепил в женя по щечину Вряд ли он сумел бы объяснить, что же произошло на самом деле Преобразилась ли его жена до по щечины Или стала твердой и холодной, как камень уже после нее Сперва Леон ничего не заметил В замешательстве он отошел, а Тей опустился на стул Ладонь ныла, прямо огнем горела Стыд жег щеки И Леон сокрушенно размышлял, что бить, конечно, не следовало Но когда жена вошла, она была так красива Принарядилась Прихорошилась, чтобы понравиться Кому-то другому Не ему Не ему Рассудив так, он поднял взгляд, чтобы сказать жене Нечто поучительное, дать ей наставления Которые могли бы пригодиться в дальнейшей жизни Но он не сразу нашел нужные слова Тая стояла, как и прежде, посреди комнаты И черты ее были какими-то странными, одеревенелыми Но сейчас в обморок хлопнется Подумал Леон Нет, ты признавайся Признавайся Он скочил, как чудище, которое торопится раздуть огонь в горне Молчишь Думаешь, я ничего не знаю Ты думаешь, я ничего не знаю Он чуть не вприпрыж пометался по комнате Но я хочу, чтобы ты сама призналась Признавайся Жена молчала Стояла, словно высеченная из серого мрамора и молчала Мы хорошо живем, все у нас есть Конечно, теперь тебе нужен еще и любовник Я тебе уже надоел Но тебе надоел и наш огородик И наша квартира Даже в лифте ты не ездишь Пешком поднимаешься Газет не считаешь На политику и экономику тебе наплевать Да не ухмыляйся Я тебя спрашиваю, уважаешь ли ты хоть меня Только на работе меня уважают На работе меня уважают Так что можешь не притворяться Любящий да заботливый Я тебе не верю Он бросился на постель Оскорбительно отвернулся к стене Но долго выдержать не смог В театре была Хоть бы врать научилась Разве мы в свое время не ходили в театр? Что тебе сейчас бежать вонадовилось? Ходили, часто ходили Даже слишком часто И тебе нечего теперь туда таскаться Он все не мог успокоиться Да ведь мы же в театре и познакомились Да, да, ты и такая улыбчивая была О-хо-хо И как быстро сдалась Не слишком ли быстро? Я тогда не в своем уме был Не заметил, что за всем этим кроется Ведь уже через месяц Мне на шею бросилось А сада-то была легкая Ты заколдованная принцесса А я глупец, дурак Ну что ты молчишь? Что стоишь столбом? Молчание жены раздражало его все больше Вот до чего дошло Рассуждал он Ей уже и слова не скажи И не упрекни ни в чем Муж Да что ей муж Пустое место Тьфу, вот и все Лен встал У тебя что? Язык отсох? Милочка Или Тут он почувствовал Что его собственный язык коснеет Становится Жестким Как дверной засов Кровь ударила Леону в голову И он застыл Жена стояла точно так же Как четверть часа назад И глядела так же Чуть-чуть удивленно Она ни на самую малость Не изменила положение Леон призвал на помощь Все свое мужество Прикоснулся к руке жены И быстро дернул пальцы Глаза у него выпучились Полезли из орбит Все еще не веря Леон коснулся Жениной щеки Твердый Холодный Камень Все еще не веря Леон Ощупывал ее Плечи Талию Ноги Все еще не веря Отступил И недоверчиво Качая головой Уселся На кровать Засмеяться надо Что ли Подумал он Ты у меня Не вздумай Прикидываться Тея Без всякого выражения Сказал Леон Эти фокусы Не пройдут Он все еще сомневался Пугливо огляделся Что за безумие Мираж Обман зрения Что ли Леон осторожно Открыл буфет Достал небольшую Фарфоровую тарелочку Подошел к Тее Собрался с духом И ударил тарелочкой По ее руке Вы слышали С каким звуком Фарфор ударяется Камень Он ударил еще И еще раз И вместе с ужасом Входила в него Вера в реальность Происшедшего Пугливо он Отступил Глядя прямо В лицо жены И вдруг сообразил Словно его Кто палкой стукнул Он же спит И видит сон Леон подпрыгнул Сон Такой знаете ли Немножко Бредовый сон Тея Ведь это сон Он счастливо Засмеялся Какой же я дурак Завтра мы проснемся И все будет в порядке Вот сейчас 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 ты увидишь Леон распахнул окно Сейчас я полечу Недалеко Просто круг сделаю Полечу Он перегнулся Через подоконник Увидел пустоту В пять этажей Глубиной Внизу Освещенную По ночному Аллею И ему почему-то Расхотелось Убеждаться в том Как немыслимо Прекрасно Он умеет Летать во сне Да Протянул Леон Больше ему Нечего было сказать Тусклые Безразличные Смотрели на него Глаза жены Первой Хоть сколько-то Здравой мыслью Было вызвать Скорую помощь Так он и сказал Тея Ты смотри Вот я Возьму И вызову Скорую И после паузы Уже более уступчиво Тея Ты Ты наверное Плохо себя чувствуешь Тебе больно Я доктора позову Подожди Минуточку Но Леон Недалеко ушел К чему доктор Что он Станет делать С камнем Леон Представил Как приезжает Скорая помощь Как Каменную Статую Словно Живого человека Выносит На носилках И ему стало Совсем Неуютно Ведь Не поместят Камень В больнице Может быть Поставят В морге Где-нибудь Буглу Но Такой Стала Его жена Жена Которая Совсем Недавно Веселая Улыбающаяся Вернулась Из театра Театр Теперь он Понял Почему ему Так не Хотелось Вызывать Скорую Помощь Тогда Пришлось Бы Рассказать Что Тея Одна Была На спектакле И любой Понял Бы Что Кроется В действительности За таким Посещением Театра Станет Ясно Так же И то Как Примитивно Обдурили Мужа Стараясь Не глядеть На застывшую Тею Леон Проскользнул Обратно В комнату О господи Если об этом Узнают На работе Невероятный Скандал Разразится И лютая Злоба Проснулась В Леоне Когда он Представил Что совершенно Неразумное Поведение Жены Может Испортить Так хорошо Налаженное Отношение С коллегами Неужто Тея Не понимает Что Самой От этого Будет Хуже Если Мужа Понизят В должности Он Начнет Меньше Зарабатывать И придется Поприжаться Муж Будет Притаскиваться С работы Злой Неудовлетворенный Это Неприятно К тому же Станешь Казниться От сознания Что виновата В невзгодах Семьи Нет Такого бы Он И врагу Не пожелал Но что Все-таки Делать Что Кто Подскажет Вы Все Отворачиваетесь Вас Это Не касается Ишь Ты Святые Какие Невинные Леон Метался По комнате И в злости Своей Готов Был Размолоть Статую В порошок Превратить Ее В прах Выкинуть Вон Разбить Закопать Все равно Что Только бы Избавиться От этого Каменного Призрака Однако Он Тут же Представил Что Об этом Могут Узнать Люди И по Телу Его Пробежала Ледяная Дрожь Она Ведь его Жена Милая Хорошая Жену Выкинуть Разбить Закопать Безумие Женушка Дорогая Чистая Безумие Во власти Своих Жутких Мыслей Леон Бросился На колени Молиться Жене Что ли Он и заплакать Был готов Только бы Здесь Посреди Комнаты Не стояла Жена Эта Каменная Статуя Не смотрела На него Хотя не живыми Но Будто бы Смеющимися Глазами Ну чего Ты хочешь От меня Женушка Ну чего Я Я все Для тебя Хочешь Платьицы Новые Туфельки Только скажи Может быть Нам Выпить Немножку У меня Коньячок Есть Выпьем И ты Придешь Ко мне Мы с тобой Так давно Не Ужинали Вместе Вскочив На ноги Он достал С буфета Початую Бутылку Коньяку Только По одной Поспешно Добавил Он И тут же Понял Что Все Напрасно И Наверное Даже Обрадовался Что Жена Не Пошевелилась Потому Что Только Этого И не Хватало Чтобы Камни Начали Разгуливать Но Уже И Теперь Он Испытывал Страх Перед Неподвижным Холодным Телом Стоявшим Посреди Комнаты Может Уложить Ее В постель И укрыть Может Просто Прикрыть Чем-нибудь Леон Достал Из шкафа Совсем Чистую Будто Только Что Из прачечной Простыню И Крадучись Обошел Комнату Стараясь Незаметно Приблизиться К застывшему Телу Его Била Дрожь Жуткая Мысль Что Статуя Вдруг Обернется И Глянет На Него Заставила Его Замереть Наверное Впервые В жизни Леон Почувствовал Как Волосы У него На затылке Встают Дыбом Ты Должна Быть Жива Невозможно Никак Нельзя Накрывать Живого Человека Словно Покойника Он Ощутил Во рту Противную Сухость Язык Как Пластырь Прилип К небу Стало Трудно Дышать Простыня Белая Шуршащая Змеей Обивала Руку Он Пришел Себя На Кухню Вода Из-под Крана Была Холодной Освежающей Он Провел Ладонью По лицу Но Если Это Всего Лишь Обман Может Таю Уже В постели И спит Как Обычно По вечерам Когда он Приходит Поздно Это Так Часто Случалось В течение Многих Лет В конце Концов Он Не Может Тебе Позволить Не Спать Всю Ночь А На Утро Отправиться На Работу Как С Похмелья Делай Что Хочешь Я Пошел Спать Сказал Леон Вернувшись Комнату И делая Вид Что Не Замечает Стоящей Посередине Статуи Не Собираешься Ты Стоять Так Всю Ночь Не Забудь Ты Завтра Тебе Надо Встать Пораньше И Сварить Кофе Спокойной Ночи Должно Быть Впервые С начала Этой Дурацкой Кутерьмы Леон Действительно Успокоился Наконец-то Он Понял Что Жена Больше Не Изменится Никогда Не Станет Другой Что Совсем Ни К чему Сердиться Ругаться Ни К чему Бояться Или Питать Надежду Что Все Вернется В Прежнее Русло Просто Получается Только В кино Да В сказках Там Колдуны Заколдовывают Принцесс А Принцы Возвращают Их К жизни А в Действительности Иначе Если Человека Нет Так уж Больше Нет И Ниоткуда Он Появиться Не Может Леону Это Казалось Бессмысленным И Он Угрюмо Размышлял Что Был бы Вовсе Не Против Самых Различных Превращений Если Бы Только Не Были Они Такими Нелепыми И Неприятными Ведь Леон С женой Никогда Серьезно Не Ссорились Леон Вздохнул Глубоко Глубоко Вздохнул Потом Опять Обернулся К статуе И почти С радостью Отметил Что Издали Жена Выглядит Как Живая Может быть Никто И Не Заметит Перемены А Он Бы Со Временем Привык Носить Белье В прачечную Он Смог Бы Отпарить Брюки Тоже Сумел Бы Прибрать В комнате А Кофе Пил Бы В кафе Только С Приготовлением Еды Было Бы Труднее Но Наверное И Этому Научился Б Повара Ведь Тоже Люди И Новая Жизнь Показалась Ему На миг Вполне Нетерпимой Жена Как Жена Рассуждал Леон Вот Зачем Ей Стоять Посреди Комнаты Муж Осторожно Обнял Каменную Статую И Взвалил Ее На Плечо В Углу Надо Поставить Незачем Ей Торчать Здесь У всех Перед Глазами Нож Оказалась Тяжелой Кряхтел От Тяжести Проклинал Немыслимые Капризы Жены Но Дотащил До Угла Комнаты Опустил Жену На пол Заботливо Поправил На ней Одежду Все Будет Хорошо Попытался Он Задобрить Жену А одновременно Соображал Не стоит Ли Осторожности Ради Повязать Ей Передник Или Надеть Что-нибудь Попроще Очень уж Торжественно Выглядела Тея Не дай Бог Придет Кто-нибудь И вздумает С ней Заговорить Воспоминания А На всякая Чепуха Леон Рассердился И приказал Себе ложиться Спать Зевнул И опять Опять Вдруг Вспомнил Что-то Щемяще Приятное И вроде бы Давно Что-то Ах Тея И Что-то Наделала Ну правда Кому Все Это Было Нужно И Леон Сообразил Что и Завтра И Послезавтра Придется По вечерам сидеть дома. Придется готовить еду, хлопотать по хозяйству, потому что Тея теперь как малое дитя. Да-да, вспомнил Леон, жена ведь любит ватрушки. Когда они познакомились, о несчастный муж, он только сейчас заметил, что на жене то простое облегающее вечернее платье, которое было на ней, когда они встретились впервые. Пять лет назад. Воспоминания, воспоминания, воспоминания. В замешательстве Леон сел, положил ноги на край кровати и, сидя так, думал, думал, думал. Пробило час. В открытое окно заползла парохлада. Леон зябко дрожал, а каменная фигура в углу комнаты казалась все более несчастной и все более одинокой. — Ну, ложись в постель, — предложил муж. — Не то простудишься и придется потом не одну неделю проваляться. Он торопливо достал из глубины шкафа верблюжье одеяло и накинул его на плечи статуи. Мы его вместе покупали, помнишь? Почему ты никогда им не укрываешься? Я вот все удивляюсь да удивляюсь, чего это ты им не укрываешься? Бережешь, да? Леон засмеялся, потом спросил. — Тепло? Пригнулся, вопрошающе заглянул в лицо жены и смутился, потому что в действительности вовсе не ждал ответа. И вдруг, что было совершенно глупо и неприемлемо, Леон ощутил желание танцевать. Танцевать что-нибудь простое, возможно, даже фривольное, что-нибудь этакое. Но он и сам не знал, как это делается. — Может, хочешь прилечь? Я постелю. Он обнял жену за талию и невольно скорчил гримасу, почувствовал тонкий, улетучивающийся аромат яблок. Леон знал, что вся одежда Теи всегда пахла именно так, даже когда висела в шкафу рядом с его костюмами. Но теперь знакомым запахом веяло от холодной каменной фигуры. И это смущало. Он прикоснулся к холодным плечам жены, прикоснулся к ее груди, погладил пепельные волосы. Потом посмотрел в тусклые, как у Камеи, глаза, вполне ясно осознавая, что Тея уже больше никогда не взглянет на него. И почувствовал себя таким одиноким, таким одиноким, каким никогда, никогда в жизни себя не ощущал. Неужели и правда никогда, никогда больше? Он даже не заметил, как повлажнели его глаза. Прозрачная капля сорвалась с ресниц, блеснула ярко, как осколок хрусталя, и упала на каменное тело жены. Где-то раздался сатанинский смех, где-то далеко, за тридевять земель, за тридевять морей прогремел гром и плодородный дождь пролился на иссохшую, долго терзавшуюся жаждой землю королевства. Где в величественном дворце за высокими, высокими стенами жили-были король с королевой. Солнечной была та страна, и счастливые люди в ней обитали. И камень ожил. Леон заметил, как он теплеет, приобретает присущую человеческому телу гибкость. Увидел, как Тея вздохнула, и как заблестели ее зрачки. Рука опустилась, женщина вздохнула. Леон отстранился, смущенный, взволнованный, стоял он и улыбался, по-детски наивно. Милая, хорошая. Не отрываясь, смотрел муж, как ходит жена по комнате. Открывает дверцы шкафа, выбрасывает оттуда платья, лифчики, чулки и складывает все это в один из больших чемоданов. Он улыбался. Странный спазм сжал его горло, лишив голоса, но и сказать-то было нечего. Так он был рад. Когда Тея направилась к выходу, Леон невольно двинулся за ней. Не приближайся! Тея подняла руку. Не подходи! Слезы я не ждала. Надеялась, что будешь мужчиной. Звучно хлопнула дверь. Потом медленно приоткрылась до половины. Замерзший, стоял он посреди комнаты. И выглядел таким жалким, в обвисших, на размер больше трусах и свободной спортивной рубашонке. Чтобы согреться, прижал руки к груди и потоптался на месте. То ли с упреком, то ли вопрошающе поглядел в угол, где еще недавно стояла застывшая каменная фигура жены. Ах, если бы она навсегда осталась такой. Сквозняк таскался по квартире. Напряженный и пустой, Леон разглядывал комнату. Взгляд его натолкнулся на выдвинутые ящики, на разбросанное белье. И тогда он почувствовал непонятную, ноющую боль. Ну и пусть успокаивал он себя. Ну и пусть. Зато завтра нужно будет спокойно пойти на работу. На русском языке опубликовано в журнале «Далгава» номер 8 за 1988 год.